Всем привет! Сегодня я бы хотел с вами поделиться своим опытом и проблемой, как избавиться от чек-атомайзер при том условии, что испаритель у вас вроде бы стоит в манте, все отлично, но при затяжке почему-то все равно пишет чек-атомайзер. Небольшая предыстория. Я купил бракованный испаритель, сразу поставил, пропитал, сделал все по красоте. Буквально ближе к вечеру того же дня он у меня не затягивался, писал чек-атомайзер. Я изучил из-за чего может быть эта проблема, нашел ее решение и хотел бы поделиться с вами. В первую очередь мы очевидно снимаем испаритель и я сейчас как-нибудь поставлю поудобнее камеру и покажу вам что нужно делать. Забыл сказать, что эта проблема может быть у вас не только из-за той причины, которая была у меня, возможно она в чем-то другом, просто я как раз хочу поделиться своим опытом из-за чего она была у меня. В первую очередь мы снимаем вот эту вот штучку и вслед за ней эту резиновую прокладочку. И мы видим, у нас тут есть две жилы, я вам сейчас покажу. Вот у меня одна торчит, а другая подсогнута. Мне продали бракованный испаритель, у меня эти две жилы торчали и широебились в пространстве между вот этой резинкой и как раз таки основанием испарика. В теории все как должно быть. У вас одна жила, ну желательно ее подогнуть, как я, должна плотно прилегать к основанию испарителя. А другая, вот если я сейчас ставлю в прокладку, она должна упираться в нее с внутренней стороны. Обязательно с внутренней, иначе если вы сделаете с внешней, у вас проблема останется из-за того, что у вас обе жилки будут прилегать к основанию. Она должна быть именно из внутреннего радиуса, так сказать, прилегать к этой резинке. То есть я вставляю эту резиночку, извиняюсь, не особо хорошо вижу. Вот таким образом. Это все у вас должно выглядеть вот так. Блин, вот у меня одна жилка, и другую, к сожалению, вряд ли вы увидите. Вот она торчит. То есть все должно быть именно так. Так, мы это дело фиксируем, и вставляем обратно, как раз таки, эту штучку. Дальше мы проделываем те же манипуляции, только в обратном порядке. Закручиваем испаритель, чтобы все у нас было по красоте. Но я, если что, советую не перекручивать его. Просто, чтобы он сидел плотно, но не до усрачки. Вот. Вот я все это дело собрал. И почему-то именно сейчас вспомнил, забыл вам сказать, если у вас будет такая ситуация, что длины жилок не хватает, то, что они маленькие, а у меня такое было, аккуратненько подтяните их пинцетом. Да, вот. Давайте проверим. Сейчас я это одной рукой кое-как вставлю. Давайте заценим. А, ну вот, все отлично. Все по красоте. Надеюсь, я помог вам решить эту проблему. Всем спасибо, всем удачи.